Подводить итоги года и намечать планы на будущее. Формат обстоятельного и открытого разговора Олега Мельниченко с жителями области снова доказал свою эффективность. В общей сложности было получено порядка полутора тысяч вопросов. Принимать их начали почти за неделю до самого эфира. Конечно, больше всего людей волнует тема спецоперации, эвакуированных из присоединённых территорий людей и частичной мобилизации. На передовую регионам отправлено более ста квадрокоптеров, комплекты для ремонтных рот и, конечно, тёплые вещи и обмундирование для бойцов. Губернатор напомнил о своём требовании, касающегося льгот для семей защитников Отечества. Они должны доходить до адресатов дешёвно, то есть без необходимости собирать бесконечные справки. Так, одна из новых мер поддержки – освобождение от транспортного налога. На прямую линию дозвонилась супруга одного из ушедших на передовую пензенцев. Мой муж ушёл добровольцем в отряд «Барс». Не могу сказать, что я его, конечно, поддерживаю, как могла, отговариваю, но он сказал, что мужчина. Простите, пожалуйста, за мои эмоции. Я просто звоню сказать большое спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку. Ну, в целом, если говорить, из бюджета области на все эти мероприятия выделено более 300 миллионов рублей. Это бюджет области, а ещё есть граждане. И я хочу сказать, что граждане только на первом этапе мобилизации собрали более 50 миллионов рублей на помощь нашим ребятам. Трансляцию прямой линии обеспечил «Медиахолдинг-экспресс». В этом году мы пошли на нововведение. Главное итоговое информационное событие региона сопровождалось сурдопереводом. Все сообщения фиксировали и систематизировали в аналитическом центре, который работал на базе ЦУРа. Во время прямых включений сотрудники озвучивали вопросы, которые поступили через социальные сети и чат-бот в Телеграме. В топе, как обычно, оказалась тема жилищно-коммунального хозяйства. Ксения Романова из Бессоновки спрашивает, цитата, «В селе Бессоновка по улице Сиреневая в период зимы, а именно во время снегопадов, к дому проехать невозможно. Снег не чистят. В прошлом году этот вопрос проигнорировали. Администрация Пенза отвечала, что вопрос к администрации Бессоновки, а администрация Бессоновки просто не отвечала». Я удивлен, почему в Бессоновке глава пока так достаточно спустя рукава к этому вопросу относится. Еще таких глобальных снегопадов-то не было, как в прошлом году. Вспомните, что творилось в прошлом году. Пока только у нас ледяной дождь прошел и немного снегом что-то присыпало. Поэтому надо уже сейчас начинать этим вопросом заниматься. Я думаю, что сейчас, если он меня слышит, он уже займется этим вопросом. А если не займется, то завтра я займусь тоже этим вопросом. Олег Владимирович, остановимся на теме ЖКХ. Хотя я считаю, что это безобразие. Больше всего обращений поступило из областного центра Бессоновского, Пензенского и Сердобского районов. В течение двух часов Олег Мельниченко рассказал о том, как решается проблема нехватки медицинских кадров, улучшается система первичного звена здравоохранения и онкологической помощи, а также ответил на вопросы о водоснабжении отдаленных сел, освещении, ремонте дорог, мостов и о предстоящей транспортной реформе. Первые троллейбусы у нас поступят в декабре, несколько штук. Мы, кстати, летом тестировали, горожане уже видели несколько троллейбусов, которые ездили. Мы тестировали, смотрели, какой из них лучше адаптирован. В том числе, который без проводов. А я вам сейчас расскажу. В том числе и так. И первые троллейбусы у нас поступят уже в конце декабря. То есть, я думаю, что в начале следующего года Пензенский уже увидят на улицах. И вообще, мы получим в 2023 году, я думаю, что уже это все произойдет в первые месяцы 2023 года, мы получим 20 машин. 90 машин. И еще 10 машин мы получим там чуть попозже. Для жителей области такое общение с главным должностным лицом региона важно еще и психологически. Как минимум, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом и уверенностью. Олег Мельниченко поблагодарил всех зрителей, а особенно тех, кто прислал свои вопросы. И пообещал, что даже если сообщение в эфире не прозвучало, ответ получит каждый. Завершилась прямая линия доброй традиции, благотворительной акции «Ёлка желаний». Уже несколько лет она помогает исполнять мечты детей и пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Начнем уже снимать эти шары, в которых написаны новогодние желания наших юных жителей Пензенской области. Олег Владимирович, у нас шесть шаров. Какой выбираете? Давайте все шесть сюда. Все? Да. Я думаю, что зарплату, которую президент платит губернатору, хватит для того, чтобы детям сделать подарки.